Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Андрей Макаров. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. За неделю нового года на пожары ИЧС столичные спасатели совершили уже более 60 выездов. За это время из горящей квартиры был спасен один человек. А теперь подробнее о происшествиях минувшей недели. Минск чрезвычайный. В первые часы нового года неприятный сюрприз ожидал владельца Фиата Темпра, припаркованного на улице Уруческая. Его авто загорелось в результате короткого замыкания. Оперативно прибывшие спасатели потушили автомобиль, однако огонь успел повредить салон итальянца. Вечером этого же дня спасатели помогли 18-летней девушке снять кольцо с пальца. Молодой человек преподнес ей в подарок ювелирное изделие, которое было немного мало. Но девушку это не смутило, и она оставила украшение на пальцы на ночь. Спустя время она поняла, что снять кольцо не получается из-за того, что палец сильно распух. В результате, чтобы освободиться от неудобного украшения, пострадавшей пришлось вызвать спасателей, которые кольцо благополучно и сняли. Минск чрезвычайный. Вторник продолжил череду автопожаров. Сразу три автовладельца лишились в этот день своих машин. Вероятнее всего, не без помощи посторонних лиц на улице Скрыганово ночью загорелся микроавтобус РАФ. А вечером того же дня на проспекте Пушкина легковой автомобиль Лянча Капа. Кому перешли дорогу владельцы машин, установит следствие. Примерно в это же время на проезжей части улицы Водолажской спасатели тушили загоревшийся Форд Транзит. В результате короткого замыкания повреждена панель приборов, лобовое стекло и закопчен салон микроавтобуса. МЧС по-прежнему рекомендует автомобилистам чаще проверять электропроводку своих машин. Только своевременная диагностика состояния автомобиля может значительно снизить риск возникновения подобных происшествий. И еще об одном происшествии вторника. В три ночи спасателям пришлось вызволять из уборной хозяина квартиры по улице Казинца. Как выяснилось, 68-летний пострадавший был слегка нетрезв, покачнулся и упал в пространство между стеной и унитазом. А самостоятельно выбраться уже не смог. Помочь ему безуспешно пытались находившиеся в квартире гости, после чего вызвали милицию и скорую. И только оперативно прибывшие по звонку милиционеров работники МЧС всего через несколько минут с помощью подручных средств освободили пенсионера. Врачи предоставили ему необходимую помощь. К счастью, серьезных повреждений мужчина не получил. Чего только не повидали столичные спасатели за время своих дежурств. И кошек с деревьев доставали, и квартиры с запертыми внутри людьми вскрывали, и самоубийц спасали. Рано утром, в среду, необычную услугу пришлось оказывать хозяину квартиры по улице Туровской. На молодом человеке защелкнули наручники. Снять браслеты самостоятельно не представилось возможным. Спасатели же подошли к делу основательно и с помощью специального болтореза вызволили руку пленника. Минск чрезвычайный. Четверг днем на 101 поступило сообщение о необходимости помощи коту, лапа, которого застряла в батарее. Используя шансовый инструмент, спасатели помогли животному освободиться из плена. Кот в результате инцидента не пострадал. МЧС напоминает, что подобные случаи не входят в компетенцию спасателей. Однако при наличии возможности, если в этот момент помощь людям не требуется, а также исходя из соображений гуманизма, пожарные спасатели обязательно откликаются на такие случаи. И еще об одном происшествии с домашним питомцем. В воскресенье днем жители дома на улице Даниила Сердича стали свидетелями спасения кота. Отчаянный мохнатый верхолаз оказался на макушке дерева на уровне седьмого этажа. Спуститься самостоятельно у животного не получалось. Хозяйка не выдержала кошачьих мучений и вызвала работников МЧС, которые с помощью автолестницы благополучно разрешили ситуацию как для усатого, так и для его хозяйки. Кот своим поступком напомнил о необходимости следить за домашними питомцами, которые любят гулять сами по себе и зачастую оказываются в сложных ситуациях. В воскресенье столичные спасатели спасли из горящей квартиры 53-летнего мужчину. Сообщение о пожаре в доме по проспекту независимости было получено от других жильцов около 9 вечера. Горела трешка на четвертом этаже. Хозяина спасателей нашли на кухне без сознания. С тяжелой термоингаляционной травмой, ожогами дыхательных путей и отравлением продуктами горения его доставили в больницу. Примечательно, что квартира была захламлена не меньше, чем у гоголевского Плюшкина. А вещи загорелись по предварительной версии из-за неосторожности при курении пострадавшим. Соседи характеризуют его как курящего и употребляющего спиртные напитки. Такой была первая неделя нового года. Соблюдайте правила безопасности, берегите себя и своих близких. А я с вами прощаюсь. До следующего вторника. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.